и не спится же вам друзья 8 утра в пятницу доброе утро всем доброе утро я думаю сегодня очень хороший день и поэтому хочу поделиться мыслями с которыми проснулся сегодня если бы точнее я с этими мыслями засыпал вчера и проснулся они у меня по-прежнему поэтому у кого-то уже обед и 200 человек здесь круто и всем еще раз доброе утро добрый день мысли с которыми я хочу поделиться с тобой это я думаю ты прочитал уже там в заголовке нашей трансляции это на тему того чтобы не сдаваться то есть если реально вот если прям вот честно положа руку на сердце каждый из нас просирает свою жизнь по причине того что он сдается обычно когда ты слышишь не сдаваться то подразумевается что-то очень крупные ну типа не сдаваться в спорте или там не сдаваться в бою то есть какой-то очень крупной битве в твоей жизни ты не должен сдаться но встает вопрос да то есть у нас кто-то уже пережил крупные битвы в жизни кому-то еще предстоит это и я прямо сейчас предлагаю тебе осознать одну штуку что ты можешь заранее знать когда будет никогда будет твоя следующая битва а как ты поступишь когда она наступит то есть уже сейчас можно знать что ты можешь либо просрать эту битву либо победить в ней а победить в битве это не значит что будет все по твоим а это значит что просто ты тупо сделаешь все возможное абсолютно все возможное для того чтобы достичь той цели которую ты перед собой поставил короче чтобы не размусоливать это все надолго дело в том что мы ежедневно сдаемся по мелочам ребят и темы и вот вдруг что-то такое сказал неприятное для тебя ну не знаю покрыть покритиковал а ты взял как бы и сказал ну и хер с тобой а я останусь при своем мнении то есть вроде бы правда на твоей стороне вроде бы это друг твой тебя выводил на этот жесткий разговор но ты отдал право в том чтобы взять эту ситуацию под контроль в том чтобы быть лидером в этой ситуации ты отдал ее на волю случая и что-то типа ну вот мой друг не прав прав я и поэтому я обижаюсь на него за его слова за то что он сделал за то что у меня раскритиковал за то что он за то что он не погладил меня по головке за то что в общем я придумываю себе отмазку и отступаю то есть я не беру эту ситуацию под контроль я не пытаюсь нормально поговорить или или другой момент это может быть твой любимый человек он может что-то сделать не так он может оступиться и ты начинаешь его винить ты начинаешь обвинять его обижаться и это твой проигрыш это не проигрыш твоего любимого человека потому что все мы люди все мы можем ошибаться но в тот момент когда ты забил болт на свою вторую половинку ты сдался теперь следующее каждый раз когда ты откладываешь дело на завтра ты проигрываешь даже если ты откладываешь его по уважительной как тебе кажется причине ты проигрываешь ты сдаешься каждый раз когда ты решаешь встать в одно время утром а потом будильничек на полчасика переводишь ты сдаешься каждый раз когда кто-то не знаю как сказать но вообще не знакомый тебе человек невежлив с тобой когда он там за смотрит на тебя как-то косо когда там не знаю официант тебе нагрубил в ресторане или не обслужил тебя должным тебе образом как тебе кажется да мы же все важные и каждый раз когда ты отвечаешь на агрессию агрессии ты сдаешься и ты проигрываешь и поэтому когда у тебя быть когда тебя будет ждать великая битва в твоей жизни ты проиграешь если у тебя есть вот эти вот маленькие проигрыши если ты постоянно если вот в таких вот маленьких проигрыши ты постоянно сдаешься вот всяких ежедневных маленьких ситуациях то когда будет что-то большое в твоей жизни ты проиграешь я знаю ребят что очень очень плохая связь но потерпите пожалуйста кстати да по поводу вот этой вот например ты сидишь сейчас и думаешь ну твою мать ну чё ты не мог из дома с нормальным вайфаем выйти рассказать это и вот если возникает такая реакция это ты сдался брат каждая претензия к миру почему этот мир не такой какой тебе надо ты сдаешься ты сдаешься в том чтобы что-то сделать что-то изменить я имею даже внутреннюю да ты мы не изменим сейчас интернет который попадается мне по пути но свое состояние я например сейчас заезжал за кофе и и голос из этой из будки макдональдса говорит да я говорю доброе утро мне капучино пожалуйста 99 я проезжаю смотрю хмурый парень ему так вообще не втыкает его работа ему так плохо сегодня а я беру ему и улыбаюсь при этом я сам не выспался нифига это но я понимаю что если я на его вот эту интонацию отвечу подобные интонации то я в данном случае я сдамся я сдамся в этой маленькой ситуации чтобы ее переломить чтобы сделать ее немного другой потому что потому что и он в результате посмотрел он конечно сдержал улыбку но было заметно какая-то реакция я понимаю это моя первая на сегодня маленькая победа поэтому прежде чем заявлять что мир тебе что-то должен дай ему что-нибудь ну я имею ввиду просто вот давай так давай сделаем небольшой марафон ну такой неофициальный каждый сам для себя сейчас решит день только начинается давай сегодня ты будешь делать свои дела и ты увидишь каких-то людей которые хмурые которые у которых нет настроения и это будет твоя маленькая битва и смысл этой битвы заключается в том что а почему бы не приободрить этих людей при этом тебе не надо подходить к ним говорить что ты такой хмурый и прочее не надо нарушать личное пространство смотри на него и улыбайся просто улыбнись и все и не важно как он отреагирует просто улыбнись хмурым людям которых ты будешь встречать во первых я тебе гарантирую что к концу дня у тебя будет просто сумасшедшее офигенное настроение а во вторых ты не сдашься это будет твоя личная победа и собственно сейчас я сказал это тебе ты это услышал и вот какие мысли типа а я не хочу зачем я не должен это делать и вот это дружище это ты сдаешься ты не должен никому ничего не должен но вот это это ты сдаешься не сдавайтесь друзья не сдавайтесь и особенно не сдавайтесь в мелочах а дальше а что дальше накапливайте эти победы накапливайте ну вот едет очень наглый человечек подрезал меня очень сильно потому что считает что мир ему должен мир мира тебе друг ребят это все это все мысли которые я хотел поделиться и последнее наверное что еще хочется сказать у нас недавно в москве был ураган я думаю вы видели ну в смысле в интернете там всякие новости и мне попалась картинка на глаза где вроде как я понял убило пешехода убило его тем что на него свалилась автобусная остановка то есть вырвало автобусную остановку она на него упала и вот на фотографии он просто лежал на спине рядом с этой остановкой а похоже что мертвы просто вот представьте себе вот ты идешь дует ветер ты даже не за рулем ты нет и ты на пешеходном тротуаре ты не переходишь дорогу и ты умер это я к тому что что ты же не знаешь когда когда к тебе это старое с косой придет ты же этого не знаешь а поэтому не сдавайся нет ничего отвратительнее умирать с ощущением того что ты просрал там ты просрал свои отношения ты просрал своих друзей ты просрал свою миссию вот именно не глобально в жизни а вот в мелочах что вот прошел день и ты его просрал и прикинь ты в этот день дохнешь вот я не знаю я когда представляю меня такая жуть берет что провел как то день по дурацки решил сдаться сдаться там ну все все те желания которые которые ты хочешь все на чем ты хочешь поработать решил что а я себе сегодня выходной устрою и сдох и вот это это просто пипец это уже это так обидно вообще поэтому не сдавайся и и тогда какой бы смертью ты не умер это будет великая смерть и опять же делать это надо не ради великой смерти а ради великой жизни почему потому что ты можешь орать орать можно все друзья спасибо что это утро провели со мной хорошего вам дня и не забывай улыбайся всем хмурым тебе людям и посмотри что из этого будет а я с тобой прощаюсь и желаю тебе удачи пока